Всем привет! Едем с вами на электричке. Нам предоставили бесплатные билеты. Кто-то меня укусил. Короче, не могу не сказать, ребята, с транспортом вообще проблема. Из Олимпийского парка добраться очень сложно куда-либо. И даже если вы спрашиваете билетных кассиров, скажете, куда мне доехать, как доехать, она говорит, я ничего не знаю, потому что я же не Роза Кутер представитель, то есть я вам не дам никакую информацию. Это кошмар! Как здесь хоспитал, эти гостеприимства, это просто ужасно на таком низком уровне. Посмотрите, что отстроили, красота идеальная, все везде чисто, но с информацией и по поводу вот как куда-чего доехать, вы не добьетесь здесь, пока вы там не найдете того правильного человека, который вам даст полностью всю информацию. конечно, выстроить, выстроили все, а информационная служба, ее вообще нет. То есть один говорит одно, другое говорит другое. Так что если вы приедете в Сочи, в Адлер или еще куда-то, полностью рассчитывайте на себя, карты какие-то берите или еще что-то, очень сложно что-либо здесь у кого-то добиться. Это просто кошмар! Так что можно... Так что я могу! Смотрите! Пфф! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это уже ваше личное право, как и на подъеме, так же и на спуске. Билет вам дает такую возможность. Так вот, первая канатная дорога Олимпия поднимает вас на высоту 1170. Находится горно-олимпийское деревня. Наше наследие, где вы обязательно прогуляетесь по аллее флагов. Прекрасные места. А если вы проголодались, конечно же, сможете перекусить. Кафе-берлога. Комплексный обед стоимостью 450 рублей. Погуляли, пофотографировались. Сойдитесь на канатную дорогу под названием «Заповедный лес». Она вас поднимает на станцию «Беседка». Высота ее 1450 метров. С одной стороны расположился канатно-беревочный «Ети-парк». Для любителей острых ощущений, кто хочет пощекотать себе нервы и поднять свой адреналин, я вам рекомендую и советую. Ну и, конечно же, вы просто можете прогуляться по реликтовым лесам, где фотографироваться как с антеннами растений, так же с реликтовыми. Кстати, сейчас у нас начало произвести наш кавказский родотендрон. Так что прекрасные фотографии вам обеспечены. Я вас потом подожду, там, где на нами долгтание грузерок вышел. Да. Зимой, когда машина идет, это время. Вон, ну, дорога. Нет, такая лесная сейчас есть. Вот так прям поднимается. Я знаю просто. Красивая. Так, а куда они? Вон, нет, чтобы холодца отрилить. А, я туда же хочу. Супер, конечно, красиво. Ну, что, мы находимся на Розе Пик. Здесь, конечно, уже прокладненько. Не Гавайи. Ну, вид нереальный вообще. Просто нереальный вид. Красота. К сожалению, всю красоту и объем вот этот не передать. На той стороне солнышко. Мы с вами добрались до Роза Пик. 2300 метров. Ну, это не совсем высоко. Здесь есть еще выше 2500. Так что мы сейчас пойдем чуть-чуть повыше. Куда? Слышите, встань. Слышите, а там вот открытые кабинки. А, сейчас мы туда поедем. Слушай, ну, видос, конечно, вообще. Мы прям стоим с вами над облаками. Ну, что, было жарко, сейчас град начался. Если вы видите на куртке, на моей, град цепится. Мы с вами на высоте 2320 и пошел град. Красота вообще неописуемая. Спасибо. Видео. Ой, ребята, познакомилась здесь с Григорием. И вот он меня заварил. Я думала, что это будет легкий путь. Ну, на что я подготовлена, но это кошмар. Сейчас находимся, отпустились. 2320 метров. Чуть-чуть немножко пониже, чтобы посмотреть водопады. И нашли вот этот японский тис, который единственная елка, где находятся плоды. И много его кушать нельзя, потому что очень много мышьяка. Это, наверное, точно так же, как вы кушаете вот с томатами, как этот базилик. Там тоже мышьяка много, но я думаю, что для того, чтобы prevent the cancer, вот, пожалуйста, кушайте эти плоды, чтобы у вас не было рака. Идем дальше. Георгий меня просто умотал уже. Внимание, исторический момент. Вот эти вот елки, которые имеют плоды с цинком, да, им вот этим вот, кажется, так маленьким-маленьким елочкам, им 150 лет. Представляете? Вот такая вот красота здесь, в Краснодарском крае, в горах Кавказского хребта. Идеально, просто красиво, чисто, воздух такой. Просто молча смотрим. Такая красота птицы поют. Тишина. И я простыла, по-моему. Птицы поют. Не передать красоту на экране. Какие поля здесь. Я забыла, как эти цветы называются. Но они в Красной книге. Точно такие же есть на Камчатке. Только они там приземистей и другого цвета. Это не богульник. Я забыла. Помогите мне, пожалуйста, как эти цветы называются. Слушайте, красота просто неописуемая. Гордиться нужно, что в России есть такая красота. Кавказские горы. Изумительно. За моей спиной, не знаю, видно, не видно, там канатный мост. За 500 рублей можно над ущельем погулять. Здесь, конечно, очень холодно. Если вы не подготовлены, то вы можете прям подхватить сразу же, что-то такое простуду. У меня горло подсело. Так что будьте аккуратны. Не хоропритесь, потому что здесь все еще лежит снег. Воздух наичистейший. Красота просто неописуемая. Гордость за Кавказские горы. Ну, коллеги, поэтому регистрация у нас уже закрыта. Так, ну что, последний снег на розык-будр. Да, буду немного рассказывать. Хотите, прыгайте, хотите наград. Здесь, которые катаются. Горозолазьте, хотите, катайтесь. Сейчас на старте Дима Бледный. А мы были вот... Поднимается Ярик, Санкт-Петербург, Москва, Южный Урал. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Решила купить баранину в городе. Подают холодную. Вкуса никакого. Вообще кошмар. Сервис ноль. Что в Адлере, что в Сочи, что здесь. Проблема с едой стопроцентная. Капец. Подали мне холодного барана. Попросила, чтобы разогрели. Разогрели вот так вот выложили мне. Люди, спасите меня. Кошмар. Вот это стоит 700 рэн. Задуманных трюки. Самсурчанов. Всегда призывление очень быстро развивать. На фоне на баранины, которая не съедобная. Хотя бы посмотреть, как снег растушает. Не берите, не ешьте. Здесь еду. Ужас. И не выбросите на ветер. Для тех, кто хочет в туалет, билеты не выбрасывайте. Из-за этой стране сделано все против людей. И это вы должны будете сохранить билет. Или вы должны будете заплатить вашу билет. Нигде это не предупреждается. И вы должны это знать. Нигде это ничего не говорится. Но вы должны сохранить билет. Тогда вам дадут бесплатно. Если же вы не сохраняете билет, вы должны идти на пятый этаж. Идти в туалет. Слушайте, в этой стране все сделано против людей. Это какой-то кошмар. На железной дороге, в вокзале. Если вы билет не сохраните, вас в туалет не пустят. Но если вас заставят подняться на этаж выше, чтобы вы сходили в туалет. То есть вы билет не выбрасываете. Потому что если вы хотите в туалет, вам нужно будет обязательно сохранить билет. Если нет, то вы должны будете подняться на этаж выше, чтобы сходить в туалет. Это только в России такое могут придумать. Это кошмар.